Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня приготовлю безе, вернее меренговый корж для прослойки торта. С помощью этого коржа вы сможете расширить ассортимент своей выпечки, так как прослаивать можно не только бисквитные торты, но и песочные тоже. Получается очень вкусно! Итак, для одной прослойки мне понадобится 3 белка. Я взяла белки от средних яиц, по весу у меня получилось 100 граммов. Сахара надо взять в 2 раза больше, то есть 200 граммов. Щепотка соли, немножко лимонной кислоты и чайная ложка ванильного сахара. Для того, чтобы белки хорошо взбивались в пышную пену, чаша миксера и венчик должны быть идеально чистыми, без следов жира и сухими. Добавляю щепотку соли. Белки берите комнатной температурой, они взбиваются дольше, но за это время успевает полностью раствориться сахар. А сахар должен быть мелкокристаллический, чем меньше, тем лучше. Итак, сразу взбиваю одни белки на невысокой скорости. Это третья скорость из шести возможных. Когда на белках появилось немного пены, они размешались до однородности, немного разжижились, скорость увеличиваю до четверки и взбиваю их до пышности. Когда после венчика на белках остается рисунок, можно добавлять сахар, не весь сразу, а порциями. Я к сахару добавила чайную ложку ванильного сахара. Перемешиваю. Продолжаю взбивать на той же четвертой скорости и добавляю сахар по одной столовой ложке. Я лечу. Я лечу! Продолж Sof Is On. Добавляю в белках сахар. Добавляю щепотку лимонной кислоты и взбиваю ещё около 4 минут на пятой скорости. Белки должны получиться плотными, глянцевыми и блестящими. Но вы не придерживайтесь точно времени взбивания, потому что оно зависит от мощности и скорости вашего миксера. Мощность моей машины 1100 Вт, поэтому мне достаточно 4 минут взбивания после того, как я добавила весь сахар. Вам, может быть, понадобится времени немножко больше. Смотрите на сами белки. Должны получиться вот такие вот острые пики. И взбивая белки, старайтесь не переусердствовать. Если у вас масса получается неоднородная и комковатая, значит вы их перевзбили. И хорошие безе из таких белков не получится. Отсаживать безе буду кондитерским мешком вот такой вот насадкой. Ровной, круглой, на выходе 12 мм. Закручиваю около насадки мешок, чтобы она не двигалась. Одеваю на большой стакан и заполняю его. У меня уже греется духовка. Температура 80 градусов. Но я буду сушить безе с конвекцией, поэтому сделала такую маленькую температуру. Если вы сушите без конвекции, значит температуру можно выставлять 90-100 градусов. Старайтесь белок хорошо уплотнить, чтобы в середине не было воздуха. Корж буду делать диаметром 24 см. Нарисовала окружность с этой стороны, вот куда скручивается бумага. Теперь переворачиваю, разравниваю. И рисую лепешку. Насадку держу параллельно бумаге, но не очень низко, где-то 1-1,5 см над бумагой. Если видите, что корж где-то получается тоньше, сверху можно белка немножко добавить. Все равно еще сверху придется его ровнять. Для этого очень хорошо подойдет вот такая вот лопатка. Начинаю из середины. Корж можно сделать и другим способом, без кондитерского мешка. Выкладывайте белок ложкой и разравнивайте. Аккуратно перетягиваю его на лист и отправляю сушиться в духовку. Безе готово. Выпекалось оно, вернее высушивалось 3 часа при температуре 80 градусов с конвекцией. После 2,5 часов я его проверила на готовность. Сверху оно было сухое. Но обязательно надо проверять и донышко. Это сделать легко. Корж не горячий. Его можно легко перевернуть на руку. И проверить донышко. Если оно сухое, значит можно выключать духовку. Если мягкое, значит продолжайте сушить. Но если у вас даже по истечению этого времени полностью не подсыхает донышко, аккуратно снимайте бумагу, переворачивайте корж вверх дном. И подсушивайте его в таком виде. В общем, пристраивайтесь к своей духовке. Если вы зададите правильную температуру, выдержите нужное время. Безе у вас обязательно высохнет. Мне понадобилось 3 часа. После этого я выключила духовку и приоткрыла дверцу. Приоткрыла всего на карандашик, только для того, чтобы выходил пар. И в таком виде корж простоял до полного остывания духовки. За это время он, конечно, еще немножко подсох. Но время сушки может быть разное. Все зависит от вашей духовки и от размера коржа. Поэтому при сушке проверяйте корж на готовность. Не старайтесь увеличить температуру, ускорить этот процесс. Потому что безе у вас просто потемнеет. Не будет таким белоснежным. Теперь его надо снять с бумаги. Делайте это аккуратно. Если безе хорошо подсохло, бумага легко снимается. Вот такое вот оно получается белоснежное снизу. Слышно, что оно сухое. Посмотрите, какое оно белоснежное, ровное. Нигде не треснуло, не подорвалось. Такие коржи я готовлю за день перед сборкой торта. А можно и заблаговременно. Но хранить их надо в сухом помещении. А еще лучше в хорошо закрытой таре. Готовьте с удовольствием. Такой прослойкой вы разнообразите свою выпечку. Бисквитные, песочные, комбинированные торты с ней будут намного вкуснее. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Если вам нравятся мои рецепты, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо вам огромное за лайки, комментарии. Всем пока, всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok